Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Действующие лица». С вами я, Кристина Сорокина, и сегодня у нас в гостях впервые начальник управления по делам молодежи администрации города Краснодара Сергей Фетисов. Сергей, я вас приветствую, очень рада, что вы пришли к нам. Это ваше первое выступление на телевидении в новом качестве, в новой должности. Я очень рада и поздравляю вас. Спасибо большое, очень рад и спасибо, что пригласили. Расскажите, пожалуйста, мне и нашим телезрителям, чем вы занимались до того, как были назначены на эту должность? Ой, ну этот путь был непростой. Вам с самого начала рассказать? Я думаю, давайте вот по профессии, да, вот все-таки... Закончил университет в 2006 году наш, Кубанский государственный университет. Факультет предполагаем математика. Вот так что пять лет, да, высшая математика сопровождала меня, я сопровождал ее. Вот, да. Затем после окончания работал в различных направлениях. В основном связано все было с цифрами, с числами, с финансами. Банковская деятельность, страховая деятельность, оценочная деятельность. И как же так вышло, что вы, скажем так, направление свое полностью сменили? Да, у меня, наверное, характеристика, одна из моих характеристик, это смена направлений. Вот каждые семь лет я меняю направление. Вот очередная семилетка началась, и, видимо, мне опять пришлось сменить направление. Затем, после того, как я работал в качестве наемного сотрудника, накапливая свой жизненный опыт, потенциал, начал заниматься собственным делом. Перешел в статус предпринимателя и, там, порядка шести лет занимался вот этой деятельностью предпринимательской, да. Затем начался этап общественной деятельности, общественно-политической деятельности. И вот тут как раз меня уже приблизило к молодежи, да. Я активно занимался спортом, активно продвигал здоровый образ жизни, эко-проекты различные, благотворительность. Ну, в общем, было очень много таких интересных проектов общественных, наверное, на основании которых, собственно говоря, и Евгений Алексеевич, мэр нашего города, наверное, предложил мне, в том числе и поэтому, эту должность, потому что я был, так скажем, в материале уже, да, как общественник и соприкасался в том числе с администрацией муниципального образования города Краснодар при реализации различных проектов. Была оказана мне помощь неоднократно, в том числе по такому проекту, как «Зарядка РФ». Это действительно большой проект, который мы организовали совместно с городскими и краевыми властями. Вот, и так вот и дошел до жизни такой, что сегодня сижу перед вами в статусе начальника управления по делам молодежи. Вы же явно пришли на эту должность, скажем так, не с пустыми руками, то есть у вас были какие-то идеи. Расскажите, пожалуйста, о них, что вы хотите привнести в нашу молодежную среду, в нашего города. Вот, вы точно сейчас подметили, да, сказали, что были идеи, есть идеи, но небольшое, наверное, отступление сделаю, потому что вот последние три года своей жизни, в том числе общественной жизни, мы были тесно связаны с молодежью. И у нас есть такая замечательная структура, это Кубанский союз молодежи, это объединение общественных организаций, так или иначе связанных с молодежной политикой края, в том числе города Краснодара. Я являюсь представителем совета наставников этой ассоциации, и активно участвую во всех ее, так скажем, жизненных событиях. Вот, и тот опыт уже трехлетний взаимодействия с молодежью в различных ипостасях, это в том числе там активности, творчество, какие-то проекты, написание грантов или оказание благотворительной помощи, в различных аспектах, да, мне дало понимание, что есть определенные точки роста, так скажем, где мой жизненный опыт, моя практика, личные связи могут помочь нашему любимому городу по-другому взглянуть на молодежную политику. Это очень важно, даже еще в свете того, что сейчас, в ближайшее время, будет принят закон о молодежной политике, и статус молодежи, наверное, впервые в современной России будет определен. И после определения этого статуса различные содержательные моменты изменятся, и, собственно, подход к молодежи тоже в числе изменится, потому что даже возрастной ценз увеличивается с 30 до 35 лет, а в некоторых категориях и до 40 лет. И поэтому, собственно говоря, на молодежь уже само государство, в том числе и краевые, и муниципальные власти, будут смотреть иначе. И поэтому, в том числе, опыт мой как общественника, предпринимателя, он, мне кажется, будет полезен. И я определенные нововведения буду предлагать и надеюсь, что они будут приняты и реализованы. Сергей, Вы сказали, что есть определенные точки роста. Вы их именно так озвучили. То есть не проблемы, а именно моменты, которые нужно как-то вывести на новый уровень. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Именно точки роста или задачи, я вообще слово «проблема» в лексиконе своем не использую никогда. Если мы говорим о молодежи, то мы имеем в виду, управление по делам молодежи братьев 14-30 лет. Закон будет принят 35 лет. Соответственно говоря, спектральный анализ, если провести этой молодежи, то 14-летний подросток отличается от 18-летнего, 20-25, 30-35-летнего человека, работающей молодежью уже. И основная моя задача — это предложение концепции развития молодежной политики в городе Краснодаре на 1-3 года. Это конкретные целевые показатели, это конкретные результаты того, что будет сделано и как это повлияет на развитие этих возрастных групп в нашем городе в зависимости от того как раз спектра, на котором находится та или иная целевая наша аудитория. То есть для 14-летних будет отработана одна подконцепция, так скажем, для студентов будет другая, для тех ребят, которые закончили свой университет и ищут себя в жизни, будет третья, для тех ребят, которые уже работают и хотят попробовать себя в новых нишах, допустим, предпринимательстве или как-то больше прокачать себя в существующей своей действительности, будет предложена третья подконцепция. И вот совокупность вот этих подконцепций, так скажем, объединится в одну большую концепцию развития. И для каждой из групп будут определены свои проекты развлекательного формата, фестиваля, допустим, либо это прикладного значения, проектные всякие инициативы, которые найдут свое отражение в грантах, в каких-то бизнес-проектах для начинающих предпринимателей, либо уже инвестиционных проектах для продолжающих предпринимателей. То есть задача такая, что эти 300 тысяч человек, которые в скором времени будут отнесены к молодежи, они ходят в нашем городе, по улицам нашего города, и они на нашем городе работают, в том числе учатся, развлекаются, чтобы город Краснодар стал городом для молодежи. Не молодежь для Краснодара, да, а Краснодар для молодежи. И вот это задача, которая будет решаться в той концепции, которую мы сейчас разрабатываем. Руководитель молодежного направления должен быть, скажем так, на одной волне с молодыми людьми нашего города. Вот насколько вы тесно, активно общаетесь с ребятами, со студентами, с рабочей, опять же, молодежью, и какие проблемы, не проблемы, мы забыли это слово, какие вопросы и темы волнуют их сейчас? Тогда начну по порядку отвечать на вопрос. Опять же, уже упоминал Кубанский союз молодежи, это действительно та платформа. Огромное спасибо Сергею Евгеньевичу Райкину, ныне заместителю министра образования, науки и молодежной политики, который долгое время возглавлял этот союз кубанской молодежи. С помощью Кубанского союза молодежи мы, как общественники, проникли практически во все сферы жизнедеятельности молодежи. Мы занимались с ней спортом, мы участвовали в благотворительных акциях, в том числе в период пандемии, акция благотворительная, мы вместе, волонтеры, победы, медики, переписи, конституции, то есть мы прошли практически все общественно значимые проекты с ними, в том числе мы участвовали в их личной повседневной жизни, опять же, через спорт, через написание грантов, через конкретные советы для работающих молодых людей. Где-то мы действительно даже устраивали на работу, где-то помогали с выбором дальнейшего жизненного пути. К нам приходили советоваться, как формально, так и неформально. То есть вот эти три года предшествующих мы действительно провели в одном котле в кипении с молодежью. Это первое. То есть насколько я в материале отвечаю. Мне сейчас 37 лет, уже даже по новому закону я практически не подпадаю под формат молодежи. Но как раз эти последние три года я активно был с молодежью. То есть я сам занимаюсь спортом. То есть мы самостоятельно, как общественники, развивали такие направления в городе и в крае, как воркаут, как спортивная гимнастика. В принципе, мы развиваем направление здорового образа жизни. Действительно, мы поддерживаем тех ребят, которые свое личное время в качестве волонтеров и добровольцев тратят на то, чтобы помогать нуждающимся. Будь это инвалиды, будь это многодетные семьи или в принципе люди и категории граждан, которые нуждаются в помощи. Ну и собственно говоря, что касается теперь уже статуса начальника управления, то первым делом, что я сделал и делаю, это я объезжаю те места, так скажем, скопления молодежи. В данный момент времени это университеты, вузы, СУЗы наши, это встреча с различными социальными представителями молодых сообществ. Это действительно недавно мы встречались с представителями сообщества граффити. Вчера буквально мы встречались с Жорой Овсяниковым, это наш амбассадор КВН в городе Краснодаре. То есть мы обсуждаем все те основные социально значимые группы, те спектры, которые так или иначе должны нам снизу подсказать, какой должна быть там наша концепция. Вот у нас вчера буквально мы выбрали председателя школьного совета. Вот это действительно орган... Всего города? Да, всего города. Это часть, так скажем, нашего студенческого или молодежного самоуправления города Краснодара. Вот, то есть сегодня в качестве начальника управления я первым делом вышел, так скажем, в народ, для того, чтобы понять, а что нужно молодым людям, что они хотят или даже что они требуют. Спасибо. Сейчас мы прервемся, а после рекламы мы продолжим. Реклама на нашем телеканале. Это программа «Действующие лица», и мы продолжаем. Напоминаю, сегодня у нас в гостях начальник управления по делам молодежи администрации города Краснодара Сергей Фетисов. Сергей, в первой части программы мы с вами обсудили вашу, скажем так, предшествующую деятельность до назначения на нынешнюю должность и также какие-то, скажем так, не конкретные направления по развитию, а что-то более такое абстрактное, какие-то планы. Вот сейчас хотелось бы с вами обсудить именно какие-то конкретные проекты, которые вы планируете реализовать в будущем. Расскажите, пожалуйста, о них. Ну это государственная тайна. Но если честно, очень тяжело сейчас говорить о проектах, потому что, когда ты работаешь с молодежью, как правило, мы подразумеваем оффлайн мероприятия с действительно большим количеством людей, потому что должны быть массовые мероприятия в том числе. К сожалению, эпидемиологическая обстановка нам сейчас не позволяет развернуться в полную силу. Но в том числе сейчас мы можем сконцентрироваться на том, что прорабатывать им эти концептуальные моменты, которые мы хотим в будущем превратить в проекты. Я сейчас, наверное, не буду говорить о конкретных проектах, потому что суеверно, если хотите, да, потому что действительно есть такие моменты, которые еще никто не делал. Я хотел бы, чтобы люди их увидели сначала, а потом сказали, о, молодец. Но действительно они будут просто распределены по тематикам, да, это действительно будет тема проектного управления. Потому что сегодня федеральная повестка, краевая повестка нам говорит о том, что молодежь — это уже не акции какие-то единовременные, это не походы с флагами, да, это все, конечно, хорошо, и молодежь действительно это делает. Вот, но сегодня мы говорим о том, что государство выделяет значительные, огромные, не повыситого слова, финансы для того, чтобы развивать молодежь. Как я уже говорил, в различных спектрах от 14 до 35 лет — это порядка 100 миллиардов рублей государство выделяет на то, чтобы молодежь развивалась. Как правило, сегодня есть целая система работы с молодежью, которая заключается в системном развитии волонтерского движения. Потом плавном перетекании массы из волонтеров в проектное управление. Это гранты, это различные формы молодежи, на которых сегодня как раз эти звездочки, которые зажигаются в регионах, они имеют возможность быстро выйти на федеральное значение. Затем это уже конкретно точечное проектное управление, когда грант или проект с помощью экспертов регионального, федерального уровня превращается в социально или экономически значимый проект, как регион, города, регионы, либо страны, который поддерживается в том числе бизнес-сообществом. И тот человек, который его придумал и развивает, он становится на карандаш к различного рода чиновникам, либо бизнесменам. И, собственно говоря, вот этот социальный лифт наблюдается как никогда в нашей стране сейчас. И, собственно говоря, для города Краснодара это, наверное, одна из самых значимых тех точек роста, на которые мы будем вращать внимание. Для того, чтобы наши краснодарские ребята сегодня поехали на все возможные форумы, выиграли как можно больше грантов, получили в свои руки конкретные знания проектного управления, получили проект, реализовали этот проект и плодами реализации, чтобы мы воспользовались как на местном уровне, так, возможно, мы этих ребят через лидеры России или лидеры Кубани увидели в различных кабинетах, властных структурах, в бизнес-сообществах для того, чтобы они развивали нашу малую и большую родину. То есть, как я понимаю, сейчас самое главное вовлечь молодежь в общественную жизнь. Она, в принципе, и сама активно, как я понимаю, идет навстречу, идет, скажем так, в массы, чтобы конкретного человека, меня с моим проектом заметили. И это будущее России. Сто процентов, потому что сегодня страна показывает молодежи о том, что, ребят, было время, когда, в общем, молодежь была молодежью, самостоятельно как-то развивалась, и особо на нее не то, что не обращали внимания, но дали поле для маневра, то сегодня молодежь — это не просто молодые люди, это кадровый потенциал страны, который определяется на ближайшие лет 30 точно. Да, потому что вот такой сейчас исторический момент. Если сегодня на этот кадровый потенциал не обратить внимание и не готовить его с тех же, не то, что даже с 14 лет, со школьной скамьи, не простраивая эту концепцию планомерного развития личности, и потом для того, чтобы эта личность развилась и свой профессиональный опыт применила на той территории, где она находится, без этого, к сожалению, никак сейчас. Если раньше, возможно, это было каким-то образом достижимо, на старшее поколение еще было в самом рассвете сил, то сегодня будет смена поколения. Это не только в России, это во всем мире идет. И в России это очень явно наблюдается. И если сегодня молодежь не получит в своей руке специалитет, то завтра средние специальности, высшие специальности, различные сферы жизнедеятельности окажутся просто под угрозой. Тем более на Кубани, ведь сегодня Кубань — это один из самых развитых регионов нашей страны, и темпы промышленного роста — одни из самых высоких в стране. А, соответственно говоря, развивается промышленность, развивается рынок труда, и рынок труда требует квалифицированных специалистов. И сегодня мы говорим о том, чтобы молодежь стала в итоге квалифицированным специалистом в различных сферах деятельности. Квалифицированными ведущими аналитических новостных программ, квалифицированными слесарями, электриками, квалифицированными общественниками, если хотите, квалифицированными бизнесменами, в том числе коалифицированными представителями органов исполнительной власти, законодательной власти. Ведь в этой квалификации есть то содержание, для которого вся вот эта государственная машина, она работает. И сегодня молодежи предоставляется уникальная возможность. Есть деньги, есть условия, только нужно желание. Но зачастую мы сталкиваемся с проблемой, когда молодежь просто об этом не знает. И вот наша задача здесь на месте — сказать это молодежи, взять, обучить, создать условия для того, чтобы это все родилось, закрепить это все и отдать на уровень выше. И я уверен, что у нашей краснодарской или кубанской молодежи большой потенциал. И мы скоро увидим и гранты, и президентские, и федеральные, и наших молодых людей в списках Forbes и в больших кабинетах. Как вот раньше это была утечка мозгов, это считалось каким-то таким негативным фактором. Вот если сейчас на Кубани, именно вот, допустим, в Краснодаре, выращиваем грамотных, квалифицированных специалистов, это же наоборот хорошо, когда они, давая толчок здесь, идут еще выше. Выше в нашем крае, в нашем городе? Выше и в нашем городе, и в нашем крае. А вот, допустим, потом, если они, скажем так, покидают, но оставляют какое-то уже тоже молодое поколение, которое тоже начинает вот так развивать потихоньку. Это вообще хорошо или не очень? Ну, я сейчас скажу свое мнение, начну его только так же, как общественник, да, еще пока не находился в должности, входил в штаб доверенных лиц, Геннадьевич Кондратьев, нашего губернатора, на выборах. И красной линией, Геннадьевич, я говорил, что сегодня молодежь, это наш кадровый ресурс, наш кадровый потенциал, потому что, действительно, на Кубани сегодня промышленность развивается во всех отраслях народного хозяйства, развивается большими темпами. И торговля, и у нас и заводы строятся, у нас и сельское хозяйство получило новый импульс к развитию. Вообще о предпринимательстве мы не говорим, у нас всегда был край предприимчивый, да, вот, но наблюдается нехватка кадровых ресурсов. Мы, теперь мое убеждение, как начальника управления по делам молодежи города Краснодара, опять же, это то, что сегодня краснодарская молодежь, кубанская молодежь должна оставаться у нас. Евгений Алексеевич Первышев при беседе, он обратил на это отдельное внимание, то, что у нас сегодня квалифицированная студенческая молодежь, квалифицированная молодежь, которая занимается предпринимательством, экономически активная. Сегодня нужно обращать внимание на нее, давать там почву для развития, для укрепления, для того, чтобы они не смотрели куда-то в другие регионы. Потому что сегодня, это я уже говорю, как там бывшие предприниматели, точно могу сказать, что сегодня Кубань, Краснодар, в частности, являются одним из самых благодатных мест в России для развития, в принципе, молодежи, в том числе и предпринимательских инициатив. От увеличения действительно количества предприятий в Краснодаре, на Кубани, говорит о том, что сегодня работодатели заинтересованы в высококвалифицированных кадрах и готовы обеспечить им достойную заработную плату. Поэтому ответ на ваш вопрос таков. Нет, я считаю, что должны оставаться на местах и развивать свою малую родину. Ну, наверное, последний вопрос. Программа у нас уже подходит к концу. Близятся новогодние праздники. И, конечно, мы не можем не спросить, какие сюрпризы готовят, в том числе и управление по делам молодежи города Краснодара, нашей городской молодежной среде. Ну, будем развивать онлайн-направление. Мы и так сейчас присутствуем в онлайне достаточно мощно, но последние данные по штабу о пандемии коронавируса говорят о том, что корпоративы у нас запрещены, массовые гуляния запрещены. Поэтому, если так все и продолжится, то мы будем действительно проникать через телефоны, через планшеты, через онлайн-ресурсы для того, чтобы действительно сделать праздничное настроение для жителей нашего города. Но я вас уверяю, что будут проекты интересные, которые в предновогодние недели и после новогодних праздников не оставят равнодушных ни молодежь, ни жителей нашего города. И мы с удовольствием будем их освещать как СМИ. Спасибо вам большое, Сергей, что уделили нам время, пришли. И, наконец, мы с вами познакомились, вы рассказали нам о себе и, я бы сказала, даже направлении уже молодежной политики, то, что вы ожидаете увидеть в ближайшем уже будущем. Спасибо вам большое за приглашение. Всего доброго и до встречи на Главном городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова